Друзья мои, хочу сегодня делиться словом. Я говорил, что это то, что я молился, я просто получил это слово, как эту воду, в то, что нам нужно войти, идти, углубляться еще больше на следующий год. И давайте я прочитаю, это Первое Царство, Первое Царство, Тридцатая, Первое Царство, Тарая Глава, Тридцатый стих. И как вы открываете, я хочу сказать еще раз огромное спасибо каждому из вас за этот год, за то, что мы служили вместе, за то, что мы можем быть поддержкой вместе, поддержкой друг для друга в каждой области, может быть, где-то радуясь вместе, может быть, где-то сопереживая. Но я очень сильно просто благодарен, благодарен Богу за каждого из вас, за то, что мы вместе идем по этой жизни служа Ему. Поэтому Господь да благословит ваши дома и ваши семьи еще больше в следующем году и в каждом дне. Аминь. Итак, друзья, Первое Царство, Вторая Глава, Тридцатый стих. Итак, небольшая предыстория, может быть, что происходит. Происходит не очень хорошая ситуация. До этого здесь описывается чуть раньше. И вы помните, да, такого замечательного пророка Божьего, вообще в Израиле, в истории Илья. И, ну, правда, муж Божий, служитель Божий. Но что-то происходит, что-то происходит. Не знаю причину, не могу объяснить причину. Ну, могу, конечно, с человеческой точки зрения, но в полноте вот дать объективную оценку, почему это происходило в его доме, в его семье, не знаю. То есть, ну, вот как-то так случилось, что его дети, они не просто стали там ходить как-то своими путями, они стали даже, даже отвращать людей от поклонения. Вот, ну, просто рассказываю коротко историю, может быть, те, кто не помнят. И Илья то ли в силу своей вот сильной любви к сыновьям, то ли в силу какого-то, может быть, малодушия, то ли в силу возраста, я не знаю уже, потому что, ну, видно, что он был в преклонных летах. Но Писание говорит, что он не мог вот детей как-то держать в узде. То есть, просто рассказываю предысторию, откуда все это произошло. И вот 30 стих, несмотря на то, что я буду делать ударение на второй половине стиха, но тем не менее, я хочу уж прочитать его весь посему. Так говорит Господь Бог Израилев. «Я сказал тогда, дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицом моим вовек. Но теперь, говорит Господь, да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены». И здесь очень такое сильное, сильное, ну, сильное слово. И, знаете, конечно же, вы можете видеть, несмотря на то, что мы с вами, мы все понимаем, что его обетование – да и аминь. Но в его обетование можно войти только на его условиях. Нельзя войти на своих условиях. Я видел много, множество пророчеств в свою жизнь, в жизни других людей. Я переживал неоднократно, когда я стоял рядом с людьми, которым пророчествовали. Не мне пророчествовали, но рядом со мной пророчествовали этим людям. И я точно знал просто из-за свидетельства внутри себя, что это пророчество, слово от Бога было высвобождено в их жизни. Знаете, время проходило, я мог видеть, что люди, они не вошли в то, что Бог приготовил для них. Ну, как-то не вошли, понимаете. И то, что я вижу и здесь, понимаете, это так ценно, так важно. Я каждый раз говорю, я как пастор, как священник, как служитель Божий, просто как человек, я хочу, чтобы каждый из нас мы вошли в то лучшее, что Бог приготовил для нас, чтобы никакие обстоятельства они не увели, ни меня, ни вашей жизни, чтобы ни в коем случае они не были, не ушли куда-то в сторону из-за того, что мы, может быть, любим грех, любим еще какие-то вещи, нет, ну, чтобы мы на самом деле могли войти в Его воду. Аминь. И я видел, как люди не входили. Не входили, и мы видим здесь, ну, такая ситуация, и Бог говорит, да, да, это было. Но вот по определенным причинам, я помню, я однажды общался с одним служителем Божьим, и он был в возрасте, и для меня, ну, если вы заметили, для меня очень важны такие встречи. Они очень ценны, то есть я готов менять такие встречи на все, что угодно с людьми Божьими, то есть есть разные, там, знаете, там, слышу там, я телевизор-то вообще не смотрю, то есть, ну, слышу там, то есть какие-то там, по телевидению там какие-то охотники за привидениями, то там еще там охотники еще за какими-то вещами, то есть, ну, люди дуркают каждый по-своему, то есть, ну, как бы, но если говорить обо мне, я, наверное, ну, я со своей семьей, мы, наверное, охотники за помазанием Божьим, мы реально, мы готовы платить цену, готовы делать все, что угодно, чтобы помазание Божие при меня приходило соприкасаться с людьми, которые долго в служении. И для меня очень ценна эта передача, и я знаю, что все то помазание, которое есть, то на самом деле оно есть на земле, и просто от одного человека оно приходит к другому, потому что оно не возвращается к Богу тщетным, оно исполняет здесь, на земле, то, для чего Он послал его. Я помню, общался с одним человеком в возрасте, и он говорил мне, я точно знаю, что он не готов был бы поделиться этими вещами во всеуслышание, в открытую, но он, может быть, видя, видя даже то, что я тогда не видел в своей жизни, и определенный потенциал, и определенные вещи, и он говорил, будь внимателен, будь внимателен, не пропусти посещение Божие, не пропусти. И он рассказывал мне, у меня, говорит, были моменты, это не то, чтобы он делал грех или еще что-то, но он рассказывал, он говорит, у меня были моменты, когда, говорит, я знал, что я должен не вот этими вещами заниматься сейчас, а этими, и, говорит, но по какой-то причине, я, говорит, был больше сфокусирован на каких-то временных вещах, временных обстоятельствах, и я точно знаю, что я пропустил. И, ну, ты, может быть, думаешь, ну, послушай, а где ты вообще взял это с библейской точки зрения, да? Но Библия конкретно говорит, что не ожесточите сердец ваших, когда придет Дух Святой. То есть быть послушными тому, что говорит Дух Святой в нашей жизни, быть внимательными, потому что Он ведет жизнь каждого из нас, и это вот важно, то, о чем я каждый раз говорю, тот час. Вот мы видим, когда Иисус призвал учеников, Библия говорит, они тот час, оставив все эти, последовали за Ним. Это так важно во всех моментах. И вот смотрите, что здесь дальше, Он говорит, и это то слово, о котором я хочу сегодня больше говорить. Он говорит, но теперь, говорит Господь, да не будет так, ибо Я прославлю прославляющих Меня, а бесславящие Меня будут посрамлены. Я хочу, чтобы мы с вами вошли в эту воду еще больших взаимоотношений, близких взаимоотношений с Богом. Я верю, что церковь, я верю, что христиане, что народ Божий, они должны следовать за Богом, потому что Он Бог. Не потому, что Он даже что-то делает, и что-то делает так, как они хотели бы, но просто потому, что Он Бог, и Он достоин славы, в любом случае. Аминь. Я верю, что мы с вами должны возрастать, возрастать как личности, возрастать как церковь, для того, чтобы мы понимали, что Бог, Он достоин благодарения, несмотря на то, что происходит в нашей жизни. Я вижу, что те люди, которые способны благодарить и славить Бога в тех обстоятельствах, которые как будто бы с их точки зрения даже недостойны сейчас. Я вижу, что те люди, они могут переживать славу Божью, потому что это Его обещание, это Его обетование. Я могу видеть, друзья мои, что прославление, славословие Бога, это территория чудес. Это территория еще больших чудес славы Божьей. В жизни происходит масса вещей, которые мы не понимаем, почему они происходят. И сегодня, ну, касательно меня, я удивляюсь, когда я слышу подобные вещи, когда, допустим, кто-то может сказать, да, смысл ходить в церковь, смысл верить в Бога. Я там два года или три года следовал, и вот Он не сделал, Он не ответил там на мою молитву и на мою нужду. Для меня такие выражения, они опасны, они страшны. Почему? Потому что, другими словами, люди, они не дождались своего момента войти в то, что Бог приготовил. Множество вещей, которые происходят и происходили в моей жизни в том числе, которые я до сегодняшнего дня не понимаю, почему они произошли. Не понимаю. Но я знаю одно, что Бог достоин славы. И Библия говорит, что если ученики, это говорит, повествует и Ветхий и Новый Завет об этом, что если люди, они перестанут прославлять Его, что даже камни возопьют. Аминь. Мы видим, Ветхий и Новый Завет, он повествует нам о том, что Бог живет среди словословия народа своего. Словословие – это такая важная часть, когда мы можем благодарить Бога, когда мы можем наполнять нашу жизнь тем, что мы прославляем Его в любых ситуациях. В любых обстоятельствах. Да, мы говорим в церкви о многих вещах. Мы говорим в церкви о том, как устроять брак, как воспитывать детей, как даже заводить друзей, как быть дружелюбными. Мы говорим о многих практических вещах и в отношении наших привычек, и в отношении финансовых областей различного образа в нашей жизни. Но послушайте, есть еще очень и очень архиважная часть. Это как словословие. Аминь. Мы видим с вами, друзья мои, посмотрите, я могу приводить эти примеры один за одним. Посмотрите, когда Ветхий Завет, Сидрах, Месах и Евдинага попали в ужасно тяжелые обстоятельства, с чем они заходили? В печь. Славя Бога. И что они видели? Они видели чудеса. Мне так нравится. Они что-то чувствовали, они что-то переживали в своей жизни, они что-то поняли в своей жизни. Посмотрите, интересно, что так много раз Писание говорит, Давид в том числе говорит, принесу тебе жертву хвалы. Жертву хвалы. Посмотрите, Псалом 115, 8 стих. Он говорит, тебе принесу жертву хвалы и имя Господне призову. Жертву хвалы. Послушайте, всегда ли хвала это жертва? Давайте будем честными, что не всегда. Ну а ты пришел, у тебя все классно, ты может быть, ты уже там закупил продуктов на празднование Нового года, ты уже там подбил, подвел итоги определенные, уже все это. И сегодня ты пришел на заключительное служение и, ну а чего не прославить Господа-то? Все классно, аллилуйя. Тут такая чудесная команда прославления ведет нас в прославлении. Ты в таком потоке. Но есть периоды времени, когда реально хвала это жертва. И он говорит, принесу тебе жертву хвалы. То есть мы видим, что герои Божьи, люди Божьи, они что-то пережили в своей жизни. Как я повторюсь еще раз, в Сидрах, Месаха и Евдинага, они говорят, царь, Бог наш, которому мы служим, он спасет нас от твоей руки. Дальше они говорят уникальную фразу, я просто обожаю эту фразу. А дальше они говорят, а если даже не так, то ты, дружище, помни, что тебе мы поклоняться все равно не будем. Я увидел, друзья мои, что христиане, они в принципе не могут проиграть. Христиане, те, которые славят Бога, те, которые следуют за Богом, они в принципе не могут проиграть вообще. Почему? Да потому что мы уже победители в нем. Мы уже наследуем жизнь вечную. Вы вообще знаете, что на небесах проповеди не будет? То есть, а прославление будет? Вообще знали это? Прославление будет на небесах. Почитайте книгу Откровения. Библия, она полна этого. Понимаете, нам необходимо учиться этому, входить в это, потому что тем самым мы будем видеть больше и больше чудес в нашей жизни. Кто помнит, когда Павел и Сила, они попали в тюрьму? И когда они славили и воспевали Богу, что произошло? Произошло землетрясение. Стены потряслись. Двери, темницы распахнулись. Пришла свобода. Пришла свобода. Понимаете, я могу видеть это. Я могу видеть это в своей жизни. Я могу видеть это в жизни других людей. Слышать эти свидетельства, сотни и тысяч свидетельств, когда люди, находясь в четвертой стадии рака, находясь еще в каких-то тяжелейших и ужасных заболеваниях, славили Бога. Не загонялись вопросами, почему, из-за чего. Эти вопросы – это тупик. Эти вопросы – это разочарование. Послушайте, мы не сможем, я уверяю вас, расслабьтесь, мы не сможем всего понять, что происходит на этой земле. Не сможем. Но есть другая часть. Это то, что мы должны славить, научиться славить Его. Аминь. Почему? Я повторюсь еще раз. Тем самым мы показываем то, что мы верим в Его суверенитет. Тем самым, на самом деле, это реальный поиск Бога. Реальный поиск Бога. И тем самым мы можем являть Его сердце здесь, на этой земле. Только при этих условиях. И тем самым мы создаем атмосферу для чудес, как я уже сказал. Давайте мы посмотрим. Посмотрите, автор послания к евреям, 13 глава, 15 стих. Он говорит так же. Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы через Иисуса Христа. То есть плод уст. Он поясняет, что такое жертва хвалы. То есть плод уст прославляющих имя Его. Прославляющих имя Его. И дальше Он говорит, не забывайте так же благотворение и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Послушайте, мы создаем правильную атмосферу в нашей жизни, когда мы словословим Его, когда мы благодарим Его в жизни. Я могу видеть это своими глазами, что есть люди, у которых просто дома постоянно разговаривает телевизор, радио, еще какие-то вещи. И я могу видеть последствия этого. Люди полны страхов, люди полны неустройств, люди полны каких-то разочарований, каких-то предрассудков. Я могу видеть другую сторону. Это люди, в чьих сердцах и в чьих домах постоянно есть поклонение и словословие. Я могу видеть эти чудеса, я могу видеть радость на их лицах. Аминь. Я могу видеть, посмотрите, когда мы славим Его, когда мы славим даже тогда, когда непонятно, что происходит, тогда Он вводит нас. Почему? Потому что Он говорит, я прославлю прославляющих Меня. Он вводит нас в ту воду, где Он прославляет нас, где происходят чудеса. Давид назван мужем по сердцу Божьему. Кстати, это в этой же главе. В этой же главе, которую мы с вами начали читать, первая книга царств, вторая глава, там же ниже, несколькими стихами, Он и говорит, что Я поставлю мужа по сердцу моему. Почему Давид назван мужем по сердцу моему? Почему? Друзья, Он к тому времени еще не правил. Он к тому времени еще не... Помните, я всегда говорю об этом поступке, разнице, такой колоссальной разнице между Саулом и Давидом. Когда одному пророк сказал в его жизнь, он говорит, ладно, хорош, почти меня сейчас перед людьми, мне вот это сейчас важно. И когда второму там произошла также ситуация определенная, да, нехорошая, пророк сказал, ты то и то и то не делаешь неправильно, то о нем, говорится, Давид пал на лицо свое, да. Но к тому времени еще даже этих вещей не произошло. Посмотрите, допустим, апостол Павел, он написал две трети Нового Завета, да. Но самое большое количество в Писании благодарственных вещей мы видим через жизнь Давида. Через жизнь Давида. Писание говорит, что он даже тогда, когда пас овец, он славил Господа. И может быть, он для некоторых людей выглядел как парняга не от мира сего, а там что-то ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, летает в облаках, там что-то делает. Но для Бога он был человеком по сердцу, человеком, который благодарит его. Посмотрите, интересно, один из псалмов, 41-й псалом, с 1-го стиха прочитаем, начальнику хора, да. Начальнику хора, то есть мы видим, что это даже не просто для одного какого-то человека, это даже для всего хора в том числе. Посмотрите, как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Божия. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божье. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь. Скажите, здесь вот говорится о словословии в такой, в радости, да? Аллилуйя, пришли, прославили Господа. Или здесь говорится о чем-то более сложном, реально жертве хвалы, да? Он говорит, слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день. Где Бог твой? То есть происходили такие жизненные ситуации, такие обстоятельства, когда люди говорили, ну что, где твой Бог, которому ты веришь, которому ты служишь? У тебя были когда-то такие ситуации? Сколько раз в моей жизни мне говорили, и что? Я помню, так на всю жизнь запомнил. Знаете, есть вещи, которые они, бам, врезались в твою жизнь. Когда мы следовали за Христом, когда мы выбрали этот путь служения, и когда у нас, ну реально, как пастор Сергей выражается, мы, говорит, были не просто нищие, а особенно нищие. Когда просто вообще не было ничего кушать. Я помню, как одна из родственниц, она видела меня до прикода ко Христу, и видела вот эту ситуацию, и они были у нас дома, и она поймала этот момент, когда никого не было в комнате, и она посмотрела на меня, мне в глаза, и говорит, Васька, ты что, иди воруй, ты что делаешь-то, вы как живете-то? Она открытым текстом говорит, ты что, где? О каком Боге вы говорите? Ты посмотри, как вы живете вообще. Понимаешь, когда люди могут тебе сказать, где? Вот где твой Бог, где вообще? Вот то, что происходит, где твой Бог вообще? Посмотрите. Что он говорит дальше? Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в Дом Божий согласом радости и словословия празднующего, сонма. Да, может быть, тогда было не до праздника. Да, может быть, тогда было не до радости. И он говорит, что унываешь, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Аминь. Послушайте, он достоин славы. Он, когда мы делаем, мы притягиваем, мы тем самым, мы притягиваем, мы поворачиваемся правильными полюсами к Богу. Я видел эти, понимаете, это закон, есть закон притяжения, который работает как в физическом мире, так и в духовном. И есть один ролик, короткий ролик, простой, просто не нашел больших магнитов, чтобы показать. Давайте мы включим простой ролик, посмотрим, то есть, простые, вот с магнитами испытания. Мы будем продемонстрировать таким образом. Установим на тележке большой подковообразный магнит. И поднесем к этой тележке другой подковообразный магнит, так, чтобы магниты расположились разноименными полюсами. Мы видим, что разноименные полюса магнитов притягивают друг друга. Если же магниты расположить одноименными полюсами, то они отталкивают друг друга. Сил взаимодействия довольно велика. Просто поймите, то есть, я хотел показать на обычном примере, что правильные полюса, это то, что прославление, это притягивает Бога. Это меня притягивает к Богу. Понимаете, недовольство, непонимание, оно никогда не притягивает атмосферу Божью. А не приносит атмосферу Божью, Божьих чудес в твою жизнь. Не приносит, понимаете? Поймите просто это. Когда люди недовольны, когда люди, и что, где Бог, где все, то есть, нет, там нет, понимаете? Есть то, что приносит атмосферу Божью в твою жизнь. Аминь. Поэтому Давид и говорил, он там говорит, а я как зеленеющая маслина в Доме Божьем. Помните? Он себя мог называть как угодно, а я, говорит, как пальма в Доме Божьем. Лишь бы в Доме Божьем. Аминь. Он говорит, я, говорит, лучше буду на пороге, нежели в шатрах нечестия. Я буду славить его. Почему? Потому что это то, что однозначно принесет его присутствие. Аминь. Посмотрите, Аввакум. Третья глава, 17-19 стих. Очень, очень, очень любимое мною местописание. Он говорит, хотя бы не расцвела смоковница, и не было бы плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи. Хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться. Ликовать о Боге спасение моего. Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Возведет меня. Аминь, 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 аминь. Вот оно, вот что делает словословие. Он говорит, ведет меня. Понимаете, все, что хочет сделать дьявол, он хочет, чтобы в этих ситуациях люди что сделали? Это четко, ярко выражено, показано в ситуации с Иовом. Дьявол четко объяснил свою позицию через жену. Просто похули Бога и умри. Похули Бога и умри. Ты не увидишь. Ты похулишь и умрешь. Это обязательно. Ты не увидишь того благословения, которое Бог приготовил для тебя. Знаете, но когда есть словословие внутри, тогда никогда эти двери благословений Божьих, они не закроются. Аминь. Поэтому Аввакум, он понимал, он говорит, это сила. Это сила. Давид, он также говорил, радость перед Господом. Иремия говорил, радость перед Господом. Да, от словословия, жертва хвалы. Тогда и есть масса ситуаций в жизни, когда реально это жертва. Но находиться в печали. Находиться вот в таком состоянии, разбитом. В этом-то вся и суть. Что мы не сможем, мы не можем из многих ситуаций выйти, если мы не будем славить его. Может быть, вы слышали это свидетельство. Один пастор, он живет в Стокгольме. Рассказывал вообще просто эту историю. Когда у его жены был рак мозга, поставили. Он говорит, просто все. Я приходил домой, и я плакал, плакал. Потом она просто сказала, а ей, у нее ухудшение, ухудшение, ухудшение. Ну и все. Когда сказали, все, извините, метастазы по всему телу, четвертая стадия, все, вам. И просто жена в этом состоянии, она попросила его купить тамбурин. Слышали, да, эту историю? Тамбурин. И он пошел покупать этот тамбурин просто со слезами, думая, что у жены уже все. Он говорит, она славила Бога в комнате, а я в другой комнате плакал, чтобы она не видела. Потом я подумал, а что я делаю? Бог достоин славы. Я пошел, купил тамбурин тоже, и мы славились с ней вместе. Знаешь, когда он свидетельствовал об этом, это было уже 20 лет спустя. Они живы, они до сегодняшнего дня служат Богу, следуют за Христом. Я знаю, я переживал это в своей собственной жизни неоднократно. Когда ты славишь, когда ты прославляешь Бога, когда в моей жизни ставили диагнозы несовместимой жизни. И ты просто, ты прославляешь Бога, ты не понимаешь, что происходит. И были такие ситуации, когда ты реально делаешь это через слезы. Поэтому он и говорит, я плакал. Есть хорошее время просто искать Бога, искать Бога, прославлять Его. Смотрите, истинное поклонение, что оно производит? Я сказал, о чем оно говорит, я хочу сказать следующие вещи. Что я вижу, что оно производит? Оно меняет меня. Аминь. Это тем самым я показываю и позволяю Богу. Бог, делай с моей жизнью то, что ты хочешь. Аминь. Потому что мы говорили, оно заявляет о суверенитете Божьем. И тогда я позволяю Богу, потому что великий Бог не может сделать в твоей жизни ничего без твоего согласия. Ничего. Мы видим это местописание, да, когда он был в своем селении, он не мог делать ничего по неверию их. Поэтому эта территория чудес, он работает со мной, он через это открывает возможности. То есть я начинаю видеть. У тебя были в твоей жизни когда-то такие вещи, когда ты просто... И начинаешь, то есть то не было никакого решения, никакого выхода. Вдруг ты просто славишь Бога, ты благодаришь Бога. Может быть, даже ложишься спать без полученного решения. На следующий день просто просыпаешься и четко знаешь. Я благодарен Богу за это. Знаете, года идут. И то, что Писание говорит, ты чувствуешь навык, а приучен к развлечению добра и зла. И в моей жизни есть масса, раньше, конечно же, было сложнее. Это не то, чтобы я не доверял Богу, я доверял Богу. Но как-то я вот не умел отдать Ему все это. Я мог молиться, но при этом мог терять сон. Сегодня у меня со сном, когда мы здание покупали, некоторые пастори говорят, ну ты, наверное, не спишь вообще. Со сном, кстати, у меня было все хорошо. То есть, просто ты, ну а что, ты помолился. Интересно, что сейчас вот с какими-то вещами, со словом, еще с какими-то вещами, ты понимаешь, ты просто благодаришь Его. И даже если ты не понимаешь, как дальше идти, ну ты просто просыпаешься на следующий день и четко знаешь. Ты переживал такие моменты? Ты просто четко знаешь, ты понимаешь. Ты видишь там, где ты не видел выхода, ты начинаешь видеть выход. Почему? Потому что Он показывает пути и двери. Писание говорит, Иисус говорит, Я есть путь, истина и жизнь. Кто войдет в Мною, тот спасется. Он говорит, Я есть дверь. Да? Я есть дверь. Поэтому Он также, что Он дает? Что в прославлении мы видим? Он дает стратегию в твою жизнь. Он дает стратегию, показывает. Потому что часто мы хотим получить стратегию через определенные умозаключения. Словословие. Вы видите Ветхий Завет. Вы видите Новый Завет. Когда они поклонялись Богу. Вы видите, как Бог давал им решение. То Он им говорил, давайте поставьте левитов впереди войска. То Он говорил им и так маленькую когорту, их маленькое войско, говорит. А вы еще разделите на три части. Одни в атак, другие в атак, а третьи посередке. Помните? То есть, вот помните, когда очень часто, да? Пророк приходил, и что пророк первым делом говорил? Позовите мне гуслиста. Аминь. Позовите мне гуслиста. Давайте прославим Бога. Почему? Потому что Бог живет в словословии народа Своего. Словословии. Аминь. Мы видим, что Иисус, придя на эту землю, Он сразу же сказал, еще живя, еще ходя по земле, еще даже не шагнув в территорию, вот эту территорию распятия, всего этого, взятия греха нашего. Он уже тогда сказал, что на всяком месте будут поклоняться Отцу. На всяком. Скажите вместе со мной, на всяком. Аминь. В каждой ситуации, в каждых обстоятельствах, на всяком месте будут поклоняться. Да? И что следующее, что словословие, что поклонение делает, то, что я вижу? Что Бог делает гораздо больше, чем мы с вами можем сделать. Чем мы с вами можем представить. Чем мы с вами можем. Есть многие моменты в жизни, когда я просто проходил с какими-то людьми тяжелейшие ситуации, обстоятельства, жизненные ситуации. Я говорю, давай, давай просто возьмем это время. Мы будем славить Бога. Мы будем доверять Ему. Мы будем поклоняться Ему. Мы будем следовать за Ним. И я уверяю тебя, пройдет время, и мы будем смеяться вместе с тобой над тем, как Бог смог обернуть все эти обстоятельства. Потому что Он способен обернуть обстоятельства, те, которые вроде бы необратимы. Но Он способен обернуть их во славу. Потому что Он Бог. Аминь. Он Бог. Этому это важно, друзья. Я буду заканчивать. Что такое поклонение? Прославление. Я верю, что прославление Бога должна быть вовлечена, должен быть вовлечен дух, душа и тело. Когда мы говорим о теле, это разум, чувство и эмоции. Все наше существо, оно должно быть вовлечено в прославление Бога. Аминь. В славословие Бога. И Он говорит, то, с чего мы начали, прославляющих, я прославлю еще больше. Евангелие от Луки, 19 глава, 37-40 стих. Я буду заканчивать. И когда Он приблизился к спуску горы Илеонской, все множество учеников начало в радости велегласно славить Бога за все чудеса, какие видели они. Говоря, благословен Царь, грядущий во имя Господня. Мир на небесах, слава Вышних. И некоторые фарисеи среди народа сказали им, учитель, запрети ученикам Твоим. Многих людей напрягает то, что мы славим Бога. То, что мы просто благодарим Бога. Я благодарю Бога. Благодарю Бога за пищу, которую Он дает. За то, что Он мне дает эту возможность просыпаться в каждом дне. Наслаждаться общением с Тобой в том числе. Я благодарю Бога за все. Я хочу иметь это благодарное сердце. Я не хочу, чтобы просто это было обычным что-то для меня. Просто благодарить Его за все, что Он делает. Аминь. Аминь говорит, они говорили, запрети, людей напрягает это. Почему? Дьявола напрягает это, когда ты славишь. Ему лучше было, чтобы ты смотрел на свои обстоятельства, чтобы ты хулил Бога, чтобы ты хулил кого-то еще, недовольничал, роптал чем-то. Но Иисус сказал им в ответ, Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возобьются. Камни возобьют. Ребята, не доводите до этого, чтобы Бог тебе начал говорить через осла, чтобы камни рядом с тобой начали вопить, а не ты. То есть не, 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 не надо. Поэтому Он говорит, то, что мы с тобой прочитали, 1 Царь, 2 глава, 30 стих. Но теперь, говорит Господь, да не будет так, ибо Я прославлю прославляющих Меня. Прославлю прославляющих Меня. Я хочу, чтобы с этим обетованием, с этой славой Божьей, мы вошли в Новый год, ожидая Его славу. Аминь. Ожидая не тогда, когда мы себя будем какими-то путями поднимать, а когда Он будет нас поднимать, и Он будет совершать свою работу. Давайте помолимся. Господи, мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе, Господи, за это время. Спасибо Тебе, Боже, мы благодарны, и мы отдаем Тебе и только Тебе всю славу, честь и хвалу. Спасибо Тебе, Господи, что всякий день мы можем следовать за Тобою. Спасибо Тебе, Боже, что мы можем доверять Тебе, мы можем следовать за Тобою. Ты, Бог, творящий чудеса. Ты, Бог, который достоин славы. Ты, Бог, который творит лучшее в жизни каждого из нас. Мы благодарны Тебе и мы доверяем Тебе. Мы следуем за Тобою, Боже. Благослови каждого из нас. Пусть это слово, оно будет растворено верою в наших жизнях и в наших сердцах. Чтобы мы были тем народом, который славит Тебя, славит Тебя посреди тех обстоятельств, в которых находятся, славит Тебя, славословит Тебя, со славословием входит во дворы Твои, прославляя Тебя. И мы поклоняемся Тебе, Боже. Мы возвеличиваем Тебя. Я благодарю Тебя, Господи, что Ты совершаешь Твои чудеса. Ты совершаешь, Боже, Твою волю в наших жизнях и в жизни Церкви Твоей во имя Иисуса Христа. И весь народ да скажет. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...